Девушки отдыхают Меня приглашали работать как художника здесь во дворе Арсенала. Ну а сегодня меня повысили, наверное, до более ответственной должности и дали возможность проявить себя как другие мои компетенции, как преподавателя, экскурсовода и тому подобное. Я, помимо всего прочего, преподаю в архитектурном вузе. У меня есть авторский курс, который работает как онлайн-курс, оффлайн-курс и так далее, посвященный современному искусству, искусству XX века. И в этом курсе я очень значительную часть уделяю именно советскому революционному авангарду, то есть искусству и культуре начала 30-х годов. И на этой выставке «Отоваренная мечта», которую мы с вами увидим, действительно одна из самых ярких и таких представительных частей занимает именно период 20-х, начало 30-х годов. Прежде всего, он представлен здесь плакатами знаменитого художника, дизайнера, конструктора, как он себя называл, Родченко, лидера лефа или искусства революционного авангарда. И, в общем-то, другие знаменитые фотографы представлены, опять-таки, в этом периоде. Игнатович, Шайхет, который тоже можно причислить к такому вот авангардному крылу. Но вообще эта выставка посвящена странному, такому сложному, уникальному взаимоотношению человека и вещи. И этот эксперимент разворачивался на протяжении всей истории XX века. И тема моей, моего рассказа, беседы с вами, я не думаю, что у нас, кстати, получится такое совсем простой, какое-то легкое, ностальгическое повествование о том, как прекрасно было затариться в каком-нибудь центральном универмаге. Вы понимаете, что, хотя я родился в Советском Союзе, но это не совсем история мне близкая. Но мне очень интересно, как исследователю разных кросс-культурных, мунивентарных наук, как вот именно произошло, ну что происходило в этот период. И очень многие мировые, там, мирового уровня ученые, социологи, антропологи, искусствоведы, культурологи тоже задавались вопросами, что же это было, что же это произошло. И вот эта странная история повседневной жизни советского человека через вещи. И это, кстати говоря, не случайно. Вот здесь нет, не представлен еще один очень известный и важный персонаж советского, советской культуры, искусства, ну, периода вот авангарда, это Эль Лисицкий. Он издавал международный, международный интернациональный журнал, который назывался «Вещь». Да, именно так. Хотя он посвящен был конструктивизму, авангарду, и печатался на трех языках. И вот этот, и вот этот, как бы журнал обозначил вот это сложное отношение советского человека с материальным и вещественным миром, да. Опять-таки, у них в советской, в советской вере, перед тем, как начать, наверное, скажу, что у них было очень сложное и странное отношение с вещами. С одной стороны, да, был такой лозунг, который обозначил Родченко, который назывался «Вещь-товарищ». Взамен вещам, которые там служили некому удовольствию, буржуазным вещам, которые обслуживали вот эту культуру потребления или культуру, массовую культуру в западных странах, пришла советская «Вещь-товарищ». Ну, пойдемте, да, уже смотреть, наверное. Началась экскурсия как раз вот тогда. Да, началась экскурсия, да-да-да. Ну, здесь на выставке представлены, скажем так, несколько советских периодов, но все это как бы перемешано, да. Вот на этом стенде представлены товары там народного потребления сразу нескольких периодов, но вообще выставка построена так. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, по десятилетиям. Да, и вот первая часть выставки – это 20-е годы, которая посвящена вот этому самому революционному авангарду. Пойдемте, посмотрим. Ну, а здесь что? Предметы, которые можно было купить в магазинах упакованных. Пойдемте, посмотрим. Насчет банки с глобусом. Банки с глобусом, я думаю, что особенно отношений к 20-м годам не имеют. Да, вот с той стороны был плакат, и здесь тоже представлены как раз те самые плакаты Моссель Прома, в которых рекламный плакат 20-х годов, с которыми работал Александр Роченко и Владимир Маяковский. Я думаю, что вы знаете этих, ну, по крайней мере, Владимира Маяковского. Вот тоже многие задавались вопросом, почему художники-революционеры, помните, наверное, стихи Маяковского, у которых он «Скорейте голову канарейкам свинтите, чтобы коммунизм канарейками не был побит», да, главного певца, борца как раз с мещанством с той самой буржуазной, с буржуазной вещью, да. И вот вдруг они занимаются рекламой. Мы там еще увидим другие образцы данных рекламных плакатов. И вот тут, например, тоже представлен опять фотография Александра Роченко и представлен папиросный ларек, да. Это проект не просто случайный какой-то ларечек, а разработанный студентами в Хутемасе, то есть это дизайнерский продукт советского, ну, вот, советской образовательной школы дизайн, которые параллельно создавали вот такие предметы вместе с известной немецкой школой дизайна Баухауса, да, но более функционально-утилитарной. Для чего они посвящали свой, значит, свой талант рекламе? Тут было несколько важных вопросов. С одной стороны, Роченко и Маяковский работали только на государственной компании, да, и их задача была создать некую альтернативную индустрию, которая бы поглотила нэпманский кооперативный коммерческий продукт, да, и отстаивать некое промышленное товарное производство. И для этого они поняли, что мы должны говорить на языке, ну, вот, на капиталистическом языке рекламы, но при этом не поддаваться ему, а создать, победить его, создав новый убедительный язык, основанный на супрематизме Казимира Малевича, на конструктивизме, и поэтому создавался новый удивительный выразительный язык, который, в общем-то, стал прообразом всего графического дизайна 20 века. Это очень интересная история, как, типа, из попытки побороть капиталистический дизайн, рекламу и все прочее, да, они создали, наоборот, прообраз всего современного дизайна второй половины 20 века. Ну, фотографии вы можете сами посмотреть, я, как бы, тут не буду вторгаться в эту историю, только отмечу, что, да, вот здесь вот есть фотография, изображающая Тарксин, да, и сейчас, по-моему, идет какой-то сериал на телевидении, в общем-то, эта история сейчас тоже всем хорошо известна, что через специальные такие магазины изымалось, Тарксин изымалось у населения золото, драгоценности и прочее, которые можно было поменять на товары первой необходимости элементарные, зарубежные товары и тому подобное, продукты питания, которых элементарно не хватало, да, вот это магазины Тарксина. И потом, впоследствии, похожие функции выполняли магазины «Березка» или «Альбатрос», которые, как бы, изымали у населения валюту, ну, принуждали, как бы, людей сдавать валюту, менять на чеки и эти чеки отоваривать в этих магазинах. Это тоже очень интересный, такой странный момент, опять-таки, взаимоотношения советского человека с вещами, да, и вещи, которые изначально, там, 20-е, начале 30-х годов позиционировались как вещи-таки товарищи, которые помогают человеку преобразовать его социальную реальность, стать новым советским человеком, измениться, да, помогают ему преодолеть быт, да, преодолеть вот это мещанство, превратились в вещи, которые, с помощью которых советская идеология, советское государство манипулирует, управляет и направляет советских, советских граждан. Опять-таки, особый, особую роль и интерес вызывает эволюция взаимоотношений человека с теми вещами, которые мы называем мебелью, да, и интерьером. И вот здесь представлена мебель 30-х годов, да, и которую мы потом, эволюцию мебели мы тоже с вами посмотрим на протяжении всей выставки. И ее можно тоже обозначить, очень важная тут история развития взаимоотношений с вещами, которые я тоже несколько раз еще буду повторять, которые здесь не представлены, не очень как бы программно представлены. Здесь говорится о товаренных вещах, новых продуктах, произведенных советской промышленностью. Но значительную часть советской культуры составляли вещи, которые были произведены либо не в России, либо произведены в досоветское время, либо произведены кустарно и вручную, непромышленным способом, да. И вот явно, что вот эта мебель еще старорежимная, да. И культура 20-х годов, помимо товаров, произведенных мосельпромом и прочим, была 20-30-х годов наполнена товарами старорежимными. Особенно мебелью, да, и какими-то такими предметами, которые можно продолжительно использовать. Машинки зингер, которые вообще все, до сих пор некоторые шьют, это вот особенно как бы были предметами вожделения. Но ее, конечно, крайне не хватало. Ее было недостаточно на растущее, стремительно растущее количество советских граждан в городах, да. Идет массивная индустриализация, уплотнение, подселение, развивает, ну строится, люди заселяют коммуналки, и мебели, конечно, на всех не хватает, поэтому вот в Хутемасе разрабатывают вместе с этими табачными лавками новые модели современной российской, советской мебели. Пойдемте на другую сторону. Тут вот еще представлены плакаты замечательные. Ну это самый знаменитый плакат, наверное, Александра Родченко. С ним он поехал на выставку, с этими плакатами он поехал на выставку в 25-м году в Париже. Выставка, в которой был провозглашен новый стиль в дизайне. То есть параллельно с советским, и здесь этого практически дизайна не представлено, параллельно с советским миром конструктивизма, авангарда во всем мире возник стиль ар-деко. Вы, наверное, слышали, это стиль такого богатого, добротного дизайна 30-х годов. Если смотрели сериал «Эркюль Пуаро», там он полностью наполнен предметами этого. И вот в этом, значит, изощренном, богатом Парижа, который был наполнен просто шквалом этих товаров в стиле ар-деко, позолоченных, бронзовых, мельхеровых и прочее, очень контрастно и ярко, да, очень убедительно смотрелись продукты советских дизайнеров-архитекторов. Здесь Александр Родченко, рабочий клуб Александр Родченко был представлен, павильон Мельникова и так далее, да. Но это все опять-таки происходит, говорим о том, что это было вот в странной такой культуре 20-х, отцов, наполненной тейлоризмом, функционализмом, то есть люди представляли себя некими совершенными машинами, да. И вот эта эстетика таких андрогинных, ни мужчин, ни женщин, странных персонажей, которые как бы мыслят себя через, ну, тейлоризм, через некую функцию определенную, да. И в этом смысле они тоже растворяются с этими вещами. То есть там происходит странная вещь. С одной стороны, вещь превращается как бы в товарища, да, одушевляется, приобретает некий образ не просто некой служанки, да. Вот очень много было, Олеша писал даже роман, по-моему, писали такие романы и произведения, где вещи восстают против мирового капитализма, да. Вы видели, может быть, много мультиков советских, в которых тоже вещи становятся как из мамины, из спальни, да, или там убежали покрывало, убежали простыни, да. То есть вещи одушевляются. И это очень странная такая история в советском, в советское время происходит. То, что когда вот в этом, в этот авангардный период, это очень важно, это самое важное, в этот авангардный период, когда эти все философы, институт Инхук был, институт художественной культуры, в Хутемас, гигантское, самое большое художественное институт того времени в мире, там учились тысячи студентов в Москве, архитектор, художники, теоретики культуры и искусства, значит, Инхук, Хутемас, Лев, Оса, объединение современных архитекторов, тысячи, то есть сотни, даже тысячи людей в России думали о том, что такое дизайн, искусство, культура, вещи, промышленность, связанная с производством новых вещей. И это привело вот к рождению такого странного представления, да, о том, что вот мы создадим новый мир вещей. Но парадокс заключается в том, что когда мы пытаемся создать что-то новое, это уже потом как бы антропологи поняли, ломаем старые отношения, но не всегда получается создать новые отношения. Вот вовлечение большого количества масс, народов, сотни миллионов людей, вот этот процесс переломки как бы сознания привел к тому, что старые отношения, мещанские, старорежимные к вещам удалось разрушить, но не создалось то, чего хотели, не создалось новой авангардной культуры, да, мы только сейчас к ней немножко приближаемся через современную нематериальную культуру цифровую, да, но тогда все это привело к тому, что общество не то чтобы деградировало, но отошло несколько на дат, некую архаическую форму, в которой как бы, ну, пластические языческие отношения, да, когда божествлялись камни, деревья и другие предметы, да, но это произошло на новом витке, и люди стали относиться к вещам как некому, ну, как неким действительно одухотворенным, странным вещам, которым фактически можно даже поклоняться в какой-то степени, да, то есть вернулись к этой странной архаике. Я потом буду вам некоторые примеры этого, некоторые этого примеры показывать. Что происходит, кстати говоря, да, тоже очень важный момент, который на выставке как-то не проговаривается. Что происходит в сороковые годы? Ну, в конце 30-х, в начале 40-х годов. Родченко сам об этом пишет, вот есть у него замечательные письма из Парижа, как раз той самой выставки Ордеко 25-го года. Он говорит о аспекте, который был ими упущен, когда они размышляли о вещах. Чувственный аспект, эротический, да, аспект взаимоотношения с вещью через вот такие сложные психологические, психоаналитические даже отношения. Его коллега, преподаватель в Хутемаса, Ладовский, лидер направления функционализма, именно и занимался такими вещами. Психоанализ вещи, психоанализ пространства. Он один из авторов курса по тектонике, который развивался потом в художественных вузах Советского Союза, где именно пластическое переживание, чувственное пластическое переживание формы, в котором тоже, опять-таки, наделялись отношениями, например, мужчины с женщиной. У меня на телефоне была шпаргалка, но телефон мой в сумке, и ладно, ушел. У Маяковского было такое... А, я потом про стихотворение Маяковского. Так вот, что происходит в 40-е годы, да. Вы видите, да, что женщины, в отличие от женщин 20-30-х годов, становятся, ну, как бы преисполнены чувственностью, сексуальностью, и они желают вот эти вот объекты, которые связаны с предельной действительно мягкостью, тактильностью, мех, велюр, шелк и тому подобное, да. И это вторгается, опять-таки, в отношения советского человека с вещами и рушит полностью вот эту концепцию теллоризма, функционализма, вот этих идей, как бы, человека-машины, а включает отношения человека с вещью, как отношения мужчины с женщиной. Вожделение, объективация и так далее. Так вот, помимо всего этого, здесь отмечен еще очень важный аспект. Если вы посмотрите на то, во что одеты эти женщины, да, то это, конечно, трофейные немецкие, ну, я уверен, я не могу с точностью говорить, но, скорее всего, это трофейные немецкие платья. Да, это то, та культура, которая существовала параллельно, да, с производством советского, общесоветских, советской промышленности. Если 20-е, 30-е, это были старорежимные вещи, да, которые культивировались на толкучках, на рынках и так далее, можно было купить, то в 40-е годы пришла масса трофейных вещей. От, прежде всего, конечно, одежды, у меня даже у родственников сохранились наволочки, на которых было написано «Guten Morgen» и «Guten Nacht», да, «Доброе утро», «Добрые ночи» на немецком языке вышито, да, это привез мой прадедушка из Кёнигсберга, да, но и очень, то есть практически все солдаты, проще всего было везти тряпки, упаковал, значит, привез, но побогаче офицера везли мебель, автомобили, грамма эти проигрыватели музыкально, весь советский быт вот этих самых вещей был наполнен именно вот этими предметами, да. Если возвращаться еще к вопросу, ну, давайте двигаться потихонечку, да, если возвращаться еще к вопросу о том, как с помощью вещей советской идеологии или Советский Союз сконтролировал, как бы, жизнь человека, то и вообще почему вещи в советское время уже, как бы, в 30-е, 40-е, 50-е и дальше приобрели такую невероятную ценность? Потому что советского человека, кроме вот вещей, которые как солдат из Кёнигсберга мог с собой взять, как бы, в котомочку, да, в рюкзак, там, в сумку, на поезд, ничего больше не было. Собственности, право собственности было отменено, да, жилье человек предоставлял, машина, эта мечта была запредельна, которая появилась очень поздно в советское время, да, и другие какие-то предметы. Обладать человек мог быть только очень компактными, компактными вещами. Именно в них он себя видел, в них он себя воплощал. Вот здесь, помимо, как бы, прочих предметов, понятно, произведенных там, промышленностью, вообще, как бы, гениальных функциональных вещей в стиле Баухауса, да, или Вергбунда немецкого, немецкого, стиль немецкого функционального дизайна. Есть вот эта очень интересная штучка, да. Это вещь, которая, ну, там, светильник какой-то, да, предметы личных, интерьеры дизайна, но мы видим, что он сделан как-то не промышленным способом, да. Дело в том, что вот такими вещами, какие-то лампы диковинные, светильники, или какие-то предметы обихода, делались, в большом количестве производились артелями, да. Это тоже отдельная такая история, которая мало, как бы, прописана. До хрущевского времени, до конца 50-х годов, основная масса предметов такого быта, помимо, как бы, трофейных, старорежимных, было сделано именно, сделано именно такими небольшими артелями. И это, кстати, уникальная часть, такого, как бы, кооперативного производства, которое было хрущевскую эпоху уничтожено. И я думаю, что это было бы очень, очень интересно, как бы, если бы дальше это развивалось. Вот, например, еще здесь тоже есть телевизор, тоже характерный пример. На этом телевизоре нету эмблемы, да, какого-то там электроника, там, электротовар или еще какого-нибудь, потому что даже телевизоры в 50-х годах производились артелями. То есть они где-то, ну, какой-то ламповый завод или какая-то фабрика производила составляющие, да, но сам корпус и полностью оснанскую делали маленькие небольшие артели. Вот про обувь, да, я хотел, хотел сказать пару слов. Нету, да? У Маяковского есть такое стихотворение «Маруся отравилась». Про, опять-таки, про девушку, которая отравилась из-за того, что ее бросил молодой человек, потому что у ее подруги лучше галоши, туфли, более престижные и красивые. И, опять-таки, да, вот это стихотворение, потому что Александр Родченко был соратником с автором Владимира Маяковского. Именно вот это, ну, то есть, вот эта история, которую я уже вам говорил, что через взаимоотношения с вещами человек как бы проецировал отношения с мужчиной и женщиной, да, то есть для них это было приблизительно сопоставимые, равнозначные позиции, да, то есть вот как к людям относились так же, как девушки относились к своим молодым, то есть к туфлям женщины относились так же, как они относились к своим отношениям с молодыми людьми, да. Ну, у нас не так много времени, давайте пройдем. Здесь вот опять продолжается вот эти 50-е годы. Опять повторю, да, что здесь не показана вот эта изнанка, изнанка советского быта. Здесь показаны те немногие, очень немногие как бы товары, которые производила советская легкая промышленность. Но основная масса, да, была, конечно, трофейная, артельная, самодельная, да. И это тоже, кстати говоря, очень такой важный, важный аспект, который я хотел затронуть, да. Вот многие считают, есть такой как бы миф, и скорее даже идеологическая контрпропаганда со стороны западных стран, да, что быт советского человека был очень скучен, однообразен, что он был, ну, как бы, как это сказать, утилитарен, он, ну, одни и те же сапоги, одни и те же, одни и те же галоши, да, одна и та же мебель и так далее, да. Это было только половина, половина жизни советского человека и вещей, да, взаимоотношений. Вторая половина, конечно, была предельно уникальна и индивидуальна. Вот эта история, вещь товарищ, она продолжала жить. Как это выглядело? Ну, те, кто люди старого поколения и жили постарше, да, те, кто жили в советское время, помнят, что все делали, все делали сами. Советская промышленность не работала, как некая услуга, да, не предполагала наполнить мир тебя, как бы, товарами, которые, ну, которым ты не принадлежишь, которых у тебя нет отношений, анонимными вещами, там, с прилавка. Ты, конечно, купи какую-то вещь, но ты ее, как бы, приспособь. Сапоги, там, можно перекрасить, набить каблуки, да, пришить какие-то дополнительные элементы, полочку можно сколотить, не обязательно покупать, да, и быт человека был наполнен самодельными радиоприемниками, самодельной мебелью, самодельной, а про одежду это вообще целый пласт культуры, да, когда все это шилось и так далее. С одной стороны, особенно в позднее советское время, да, люди воспринимали это как некую травму, проблему, но в том смысле, что, в том смысле, что, ну, и чувствовали, что это происходит как бы из-за нехватки. Хотелось это все купить, да, но с другой стороны, человек окружал себя уникальным индивидуальным миром. И вот сегодня мы это понимаем, когда так сильно распространено вот это вот хендмей, рукоделие, когда куча мастер-классов даже в арсенале проходит, как из купленной в Икее мебели сделать что-то свое. Но советскому человеку не надо, не надо это объяснять, потому что все было напомнено действительно близким, понятным, и каждая вещь, опять-таки, практически одушевлялась. Там есть какой-то стул, табуреточка, который сделал дедушка, и она с тобой живет, и по наследству передастся кому-то еще, да. Это вещь, которая не просто фетисчизируется, как купленная драгоценность, да, а вещь, которая действительно родственник твой, потому что она сделана руками твоего родного человека. И вот этой части на этой выставке нет. Я думаю, что это осознанная такая критическая позиция Ольги Свибловой, одной из организаторов этой выставки в Москве, мультимедиа-арт-музея. Но вот антропологи, которые следуют советский быт и культуру взаимоотношений с вещами, и это отражать. Особенно, да, если мы говорим о мире детства. Есть целые научные... Одна вот у меня коллега знакомая, написала диссертацию про детские игрушки, сделанные детьми, ну, прямо на игровой площадке, да. Этой культуры практически не знает никакая другая мировая культура, да. Вот эти куколки из цветочков, танки из кирпичиков, это все, как бы, с одной стороны, как бы очень ущербная, ну, там, может быть, по сравнению с лего это вообще ничто, да. Но с другой стороны, это тоже очень классно, интенсивно развивало, да, и учило ребенка как раз вот уникальным отношениям с вещами. Не отчужденным деньги, товар, там, деньги, я не знаю, да, а очень личностным, что я сам произвожу себе друзей, вещей, друзей, товарищей и так далее. Поехали у нас, да, по времени... Еще 10 минут отлично. В общем, я говорил, что советский период можно разделить на несколько таких ключевых этапов, да. И вообще, почему очень важно еще раз, да, копайтесь, обращайтесь к культуру 20-30-х годов, читайте манифесты Родченко. Вот очень-очень важный и замечательный труд написал конструктивист, коллега Родченко Тарабукин от Мольберта к станку, как раз про эстетику конструктивизма, потому что как мы обустраиваем свою жизнь. Вот мы купили, допустим, квартиру, купили мебель, поставили мебель, как бы решили, где что будет стоять, и так оно и стоит. Вот было глобальное потрясение, революция, да, переустройство быта, люди сделали как бы новую, создали новые отношения с вещами и стали так жить, и так мы жили в советское время, и постсоветский человек во многом продукт вот той революционной эпохи, потому что зачем менять что-то еще, да, но в конце 50-х, начале 60-х произошла еще одна перемена глобальная, да, она связана, конечно, с травмой Второй мировой войны, с восстановлением советского быта и хозяйства, да, но и с ключевыми вопросами, с разворотом советской культуры от вот этой страшной военной мобилизации к социалистическому быту, да, это началось где-то в 55-м, 58-м, 62-м году, когда началась, значит, борьба с излишествами этого отношения архитектуры сталинской и развитие промышленного советского дизайна, и одним из ярчайшим продуктов промышленного советского дизайна это стала вот та самая мебель конца 50-х, 60-х, даже начало 70-х годов, у этой мебели есть конкретная история, в 55-м, 58-м году проходит всероссийская выставка, которая как раз и обозначила новую эстетику в отношении мебели, и на смену трофейной мебели, на смену старорежимной мебели, которая уже вся пришла в негодность, ее не хватало, эти хрущевки, новые здания, новые индивидуальные квартиры, из которых люди переезжали из коммуналок, ведь в коммуналках жило, вы знаете, 90% москвичей в 59-м году, и практически вся страна жила в коммуналках, там особо мебели, кроме дедушкина, сделанной табуретки, мебели не надо, но когда ты въезжаешь в индивидуальную квартиру, тебе нужно много мебели, и потребовалось целый пласт мебельной промышленности, да, в 58-м делает всероссийская выставка, в 62-м году организуется ВНИИТ, Всероссийский научно-исследовательский институт технического, технической эстетики, то есть советский институт дизайна, он располагался в ДНХ, да, это не случайно, потому что ВДНХ, радиза, точкой, откуда произрастала вся советская красота, эстетика, да, то есть точка парадиза, это термин Енина Урусовой, такой исследовательницы, который как раз говорил, что мы, и советский не мог контролировать все, это был ужасный быт, картошка там мерзлая, какой-то такой, в общем, довольно неприглядный вид, но был ВДНХ, в котором как бы сосредоточились идеальные вещи, в том числе вот такие, понятно, что в 58-м году дизайнеры опирались на продукты утилитарного шведского, датского, британского дизайна, конечно, они просто часто во многом копировали, но при этом это был очень современный, очень качественный и актуальный дизайн, и эта мебель до сих пор многим слушались, в основном на дачах уже, она легка, мобильная, сейчас уже лет, не знаю, уже довольно много, уже лет 5, она актуальна и модна, да, даже Икея делает реплики, реплики таких, такой мебели сегодня, да. Ну, а дальше, да, после, после вот этих 50-х, 60-х годов мощнейшего воодушевления, связанного с плеском модернистского сознания, идей прогресса, да, началась, начались вот это очень странные, очень странные взаимоотношения, можно сказать, такие декаданские отношения советского человека с вещью, да, вот этот стержень, в котором существовало некий консенсус, взаимопонимание человека и вещи, он стал пропадать, то есть вещь, которая понималась 20-30-ми годами всеми советскими гражданами разделялось это отношение, что у нас с вещью нет никаких любовных заигрываний, да, вот если опять продолжать вот эту историю взгляда на отношение с вещью как отношение мужчины и женщины, не было никаких заигрываний, это фактически как бы устойчивые партнерские отношения как мужа и жены, нам все ясно, нам не нужно друг друга изображать, украшать, мы друг друга так понимаем, разделяем, у нас более глубинные, тесные связи, да, мы понимаем, почему вещь советская такая неприглядная, серая, потому что она трудная, потому что она связана с человеческим трудом, с производством, да, потому что это она не где-то на каких-то китайских фабриках произведена, она произведена нами, здесь, и она наполнена эстетикой нашего труда, да, а труд, он некрасив, да, он суров, и поэтому вещи такие, и это все понимали и разделяли люди, да, но в 70-е годы все-таки побеждает вот эта эстетика, с которой так боролся Родченко и Маяковский, эстетика мещанство, эстетика, культура 2, культура дефицита, коммуналок, кухон, доставание, блата и тому подобное, да, авангардисты, я еще раз повторю, не смогли переломить, переломить совет, ну, как бы, советского гражданина, и он, как бы, все равно вернулся в прежнее, в прежнее русло, но в условиях, опять-таки, вот, игнорирования советской идеологии, советской машиной вот этой ситуации, просто незамечание этой проблемы привело к тому, что это превратилось действительно в культ, фетиш, вот в это бесконечное доставание, и все, и вся человеческая, вся жизнь советского человека превратилась в некое подчинение, подчинение вещам, вещизму, да, но, и дальше вы, конечно, увидите бесконечные, бесконечные очереди, да, вот, кстати, один из немногих предметов, который сюда попал, преобразованный кошелечек, да, когда кошелечки, дополненная реальность по-советски, да, когда утилитарная вещь ты делал своей близкой, да, и это было массово распространено, такой хендмей, но на самом деле вот этим занимались часто не сами дома люди, да, а вот те же самые мелкие артели, рукодельники, которые потом это сбывали, сбывали на рынке. Да, и вот, в общем-то, история с, та самая история 70-х годов, здесь хорошо представлено, дефицитов, очередей и тому подобное. И это тоже, тоже такая странная, странная история, уникальная, как вот эти, как это сказать, чрезвычайные условия, да, когда надо было мельчайшую, элементарнейшую вещь, продукт питания доставать, как она трансформировала и выковывала вот этот новый тип постсоветского человека. Есть такой замечательный антрополог, он даже в Арсенале лекцию читал, Юрчак, он написал книгу, это было навсегда, пока не кончилось. И вот там очень хорошо описана вот трансформация позднесоветского, позднесоветского быта и позднесоветского человека. Фактически, если продолжать эту идею антропологическую, да, когда человек стал одушевлять вещи, да, то в 70-е, 80-е годы вещи превратились в богов, в таких злых языческих богов, которые как бы давлели, у которых были очень отношения, мы как бы их вожделели, поклонялись, мы как бы ими дышали и думали, что пока живы эти боги, живы мы, да, вот действительно происходит в отсутствии некой рационализации, рефлексии, возможности рефлексии этих отношений, происходит вот некая деградация фактически, да, до вот таких странных отношений. Вот есть такой антрополог Марсель Мосс, он написал тоже очень важную книгу Эссе о Даре, о том, как вот в этих племенах и за счет обмена подарками, вещами, происходит социальная социализация взаимоотношений людей, да, и потом очень тоже коллега бой, британский антрополог, советский паразит, Сорин Чуйков, он Кембриджи преподает, он был куратором замечательной выставки Дары вождям, которая тоже рассматривала очень интересную вещь, подарок, сделанный генеральным секретарям, Сталину, Хрущеву, Брежневу, Горбачеву и так далее, и вот это как раз тоже характеризовало опять-таки сложное отношение человека советского и вещи, который думал, что преподнося подарок, как бы, вот верили они в то, что вот эта вещь может как бы изменить ситуацию, да, преподнося подарок кому-то, ты вступаешь в отношение, что ты можешь повелевать этому человеку, что он за счет вот этих вот даров он будет выполнять твои просьбы, и вот эти на самом деле дары вождям, это попытка советских людей подчинить себе их, купить их, да, через какие-то немыслимые вещи, и это и вождям были эти подарки, но и весь человеческий мир отношений начинал строиться вот через эти примитивные отношения, как у папуасов, я тебе подарю кусок рыбы, ты мне подарю, а за это он думал, что я тебе шкуру подарю, да, если мы не остановимся дарить друг другу подарки, то кто-то из нас будет подчиняться, вот так было, так и в архаических я подарю тебе шикарную раскладушку, как мыслил папуас, а ты мне не сможешь ничего подарить или скажешь, ну у меня есть только цветочек для тебя, то все, значит ты мне принадлежишь, да, так в архаических сообществах покупали люди, и поэтому вот советский быт, жизнь в 70-80-х годах, и даже сегодня это остается, когда мы идем к врачу, несем там шоколадку, идем, значит, выправлять какие-то себе документы, несем еще что-то, и в фильме там служебный роман, да, там эти пачки сигарет, духи, все вот эти вещи, ребята, это же папуасы, которые бусиками друг друга одаривают, и вот, вот это тоже мир, что мир наполненный не деньгами, потому что деньги вообще не имели значения в советское время, но в этом смысле, деньги нужны были только для того, чтобы достать эту вещь, но многие могли достать вещи без денег, да, главное это культивирование вот этих вещей, которые превращали отношения советского человека в какие-то вот такие архаические, и сегодня и постсоветский человек, он этим же характеризуется, он в принципе продолжает во многом этим заниматься, и только может быть последние годы это потихонечку уходит, когда наша культура становится полностью цифровой, нематериальной, там, биткоины, смс, дополненная реальность, да, и в которой мы кидаем друг другу лайки, да, это те же самые вещи, да, те же самые обмен примитивными дарами, я тебе смайлик, ты мне три, я тебе котика тогда, а ты мне, значит, какую там еще фоточку, мемасик, да, это тоже, в принципе, те же самые, я боюсь, что, да, всегда, когда происходит некий стремительный прогресс, так же, как было с авангардистами в 20-е годы, в человеческих отношениях может происходить в этом же моменте и регресс, я думаю, что мы с дигитальными цифровыми технологиями настолько шагнули вперед, то сделаем два больших шага назад и тоже превращаемся в неких папуасиков, которые шлют друг другу бусики через интернет, все, да, у меня времени нет, посмотрите, еще немножко выставку, выход, не там, где мы заходили, а через голландские плакаты в крайний резолит, все, спасибо, приходите на мои лекции, я делаю экскурсии, фрейнитесь в фейсбуке, как мы современные люди, да, и следите за моими экскурсиями, у меня будет экскурсия 4 июня, Держинск. Мы опоздали? Нет, там, вы можете записываться. Держинск. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова